Нормальный план такой, да? Чё, дурак что ли? Запись идёт! А, да! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги! С вами Мортин! Капитан Очевидность! Привет, братюни! Красавчик! Поэтому мы электронку, новую жидкость пробуем, да! И... Мы продолжаем играть в Warface! Именно так! Сегодня у нас будет тест новой снайперской винтовки MSR Remington, модульный. Но на паблике уже, то есть на реальном сервере. Посмотрим, что она из себя представляет, насколько она будет эффективна. И порассуждаем, сможет ли она заменить Scout и AX плюсы и минусы. Поехали! Уничтожьте ответ, правда! Very good, дедачка, да! Понагибаем! Понагибаем с Римингтончиком! Я, на самом деле, конечно, попробовал, уже с ним поиграл. И хочу сказать, пушка огонь! Реально, огонь мне больше нравится, чем AX. Что касается скаута, то тут такой момент, как бы... Вроде скаут немножко порезвее, кажется, но у скаута... Ой, хорошо, нет такого прицела. Благодарю тебя, капитан Очевидность. Нету четырехкратника. Нет четырехкратника. Поэтому для меня, честно говоря, Римингтон более приятный, нежели скаут и нежели AX. Ему бы еще ваншотик, как у этого, у бушмастера. Было бы вообще прекрасно. Было бы вообще замечательно. Но! Как бы... Ой, моя хорошая... Когда-нибудь будет такая винтовка, я думаю. Когда-нибудь будет, в которой все будет в одной винтовке просто идеально. Идеально, чтобы и быстро зумилось, и четырехкратный прицел, и ваншот всего чего угодно. Будет такая, по-любому. Рано или поздно такое ведут. Совершенную винтовку. Хэтшот, бэйби! Югят оунда! Вот так вот. Да. Обязательно. Первого знает Рокутагин. Лично для меня все эти снайперки практически одинаковые. Что АИК, что СКАУ, что вот эта байда. В общем, все одно и то же. Но это неудивительно. Если у тебя лучшая винтовка, это колесо. Это для него... Вот болтовка, он не знает. Ему говорят на КВ. Ты че, урод, бери болтовку. Он меняет с этого. С СВУ АС на колесо. Болтовку взял. Ха-ха-ха-ха-ха, да. Да. РВ начинается. Он вместо СВУ берет колесо. Говорит, ну а че, тоже болтовка. Ну, правильно? Болтовка. У КЭПа все, что... Весь зажим это болтовка. Ему пофигу вообще. Все болтовка в этой игре. Для него любая снайперка это болтовка. Так что все нормально. Ну, КЭП, тебе без разницы. Я понимаю. Лучшая болтовка колесо. Мы все поняли. Все остальное для него одинаково. Как ты сливаешься со СКАУТом, так же ты сливаешься с АИКСом. И с этим будешь. Но он это не будет крутить. У него... Хэтшот, бэйби. И он понял, короче, что... Это немного не его игра. Вообще, он лучше всего медиком играет. С ЮСАСом. Или еще с каким-то зажимчиком таким мощным. И где-нибудь в кусту. Вот. Хотя... Я не знаю почему, КЭП. Ты же даже мозголомы стал. Он мозголомы научился ставить. Да. Он теперь у нас на мясорубках мозголомы ставит. Кое-как, но ставит. Получается, че. Попробуй, КЭП. Вообще, ему за штурма бы играть. Очень неплохо бы получилось. За штурмовика у него неплохо получает. Где-нибудь... Ай, мам, ай, мам. Еще не о том мы говорим. В общем, ребят. Винтовка классная. К винтовке вообще претензий нет. Геймплей очень похож на скаутовский. Ой, блин, бру. На АХ-овский. Очень на АХ похоже. Но реально приятнее и быстрее царятся. Что касается ваншотов. Мне кажется, что она лучше, чем АХ ваншоте. Но, наверное, это из-за дальности, скорее всего. Ваншоте-то она реально лучше. Прямо так резвее. Прямо чувствуется. Чувствуется. Самая большая жопа, конечно, наступает, когда у противника алмаз либо титан. То есть то, что, ну, в принципе, не ваншотится. Не ваншотится вообще никак. Вот. Разработчики, а когда вы уберете? Я вот хочу спросить. Когда вы уберете... Тихо. Вот так вот, деточка, да? Ооо, дабл килл. Когда вы уберете действие титана на руки и ноги? Я считаю, что если попадаешь противнику в руку или ногу, титан не должен работать. Не должен. Потому что титан защищает тело, а не руки и ноги. И не голову. Поэтому я призываю вас, разработчики, наконец-то убрать эту фигню с титаном. Как и у питона убрать минус 10 голову. Каким это хреном бронежилет дает 10 единиц защиты головы. Бред? Бред, конечно. Такого не должно быть. Это неправильно. Это неправильно. Из-за этого мы все страдаем. Надо эту фигню убрать. Я против такой фигни. Напишите в комментариях, дорогие игроки, вы тоже против такой бойцы? Вот, кстати, минус у нее заметил. От бедра так себе у нее точность. Да, такая же точность практически как у АХ. На одну единицу меньше. Вы вообще это практически не почувствуете. Она вот очень на АХ похожа. Очень на АХ похожа. Единственное, у нее она чуть-чуть быстрее, чем АХ по темпу стрельбы. На одну единицу менее точная в прицеле. Но у нее фишка в том, что у нее 4-кратный прицел есть. Это очень душевно. Это просто офигительно. Вот этим она мне очень нравится. Очень-очень удобная в этом плане винтовка. Вообще, она какая-то, знаете, улучшенный АХ. АХ, который такой порезвее. Вот я же говорил, когда делал обзор на нее. Это гибрид АХ и скаута. Все, что есть у этих винтовок, взяли и вот в этой реализовали. И при этом еще дали уникальный 4-кратный прицел, который просто огонь. Если вы играете с этой винтовкой, ребята, играйте только с 4-кратником. Потому что у 4-кратника только такой быстрый зум, это первое. А второе, смысла просто нет играть с другими прицелами. Это настолько удобно играть с 4-кратником. Я уже и забыл, что это такое. А помните, когда-то бегали все с Макмиллоном и с 4-кратником. Вот эпоха была. Вот эта эра была вообще интересная. С 4-кратником, до Макмилла, до броников таких мощных тогда не было. Можно было мясорубки выигрывать на пригороде за снайпера. Без шуток, без шуток, ребят. Раньше хедшот был. Раньше снайперы выигрывали мясорубки на пригороде. На равных могли практически играть со штурмами и самыми опасными тогда противниками, медиками. Опытный, реально опытный снайпер, он выносил весь пригород. На пригороде снайпер тащит. Катку за каткой. Представляете себе это? Это сейчас звучит как фантастика. А тогда это была реальность. Тогда это был факт. Как бы это не было странно, но было именно так. Сука, мина. О, вот еще минус этой винтовки. От мин не защищай. О, Кэп. Я не знаю. Тебе вот просто... Тебе орден Цутулова и медаль Петросяна надо давать. Какую-то отдельную надо придумать награду. Заслуженному Кэпу Российской Федерации. Не без этого, сука. Не без этого. Откуда они тут берутся на нашей базе? Я понять не могу. Что они тут делают? Им тут не место. Меня вообще постоянно поражает, что... Когда играешь, такое ощущение, что союзники, они вообще не знают, что у вас тут три спа, что тут ваша база. Часто бегаешь просто и смотришь. Противник спокойно бегает среди твоих союзников. Он как бы в гости зашел. Так, чай попей. О, миксер вот. Ха-ха-ха, да. Классно. Ту-ду. Ра-па-пам-па-пам. Я найду. Хочу-то неотличный. Да, был гулый тоже. Да. Та-дам-ту-там. Ра-та-та-там. Та-дам. МСФ возьму. Я рачка найду. Я прицел открою. Его я заберу. Уру. Ха. Не, я нормально, ребят. Это серьезно, просто жидкость для вейпа пробовали. Я просто сам по себе позитивный. Я не знаю. А что печалится в этой жизни? Что печалится-то? Улыбаться надо. Срада совсем плохо. Можно немного мамануть. Вот как сейчас, сука. Я же выстрелил в него прямо в тело. Где? Где мой урон заслужил? Ты что в меня-то стреляешь? Опа! Жопа! А, все. Нормально. Ну, короче, снапа огонь. Крутить ее я, конечно же, не буду. Конечно, не будешь, Кэр. Ты будешь в следующий раз у снайпера что-нибудь крутить, когда новое колесо ведут. А его однажды ведут. Я думаю, что это будет АВСНР. Но это не точно. Именно так. Снайперская винтовка модульная. Ремингтон. Прекрасно. Лично у меня к ней никаких претензий нет. Я думаю, что она будет пользоваться огромной популярностью и даже, возможно, на опенкапе. В следующем уже. А может и после посмотрим. Многие снайперы опытные выберут именно ее. А если данное видео понравилось вам, ставьте лайки. По желанию, яки чешите. Обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся, братюня. Пока. Нагиб.